Перевод Хани и Хасина. Закадровый текст читаю Dead Snow и Den 904. Релиз подготовлен специально по заказу группы ВКонтакте, индийское кино, Болливуд и Юг. Продолжение следует... Сегодня молодая Индия выросла в научную и быстро прогрессирующую Индию. Более того, выросла та Индия, которой известна ценность времени. Время — корень всего сущего, оно бесценно. Оно — причина всему, даже нашей жизни. Хорошую культуру и общественную самосознательность. Вот что Индия ожидает от нового поколения. Будущее нашей Индии отныне в ваших руках. Ваши работы и дела должны быть примером подражания для многих. Мы всегда с огромной радостью будем принимать достижения молодого поколения, чтобы осветить ими будущее страны. Всего наилучшего и спасибо. Пошлите. Следующий выпускник нашего университета — мистер Раджеш. А сейчас мы приглашаем обладателей золотой медали нашего университета — мистера Картика. Поздравляю. Спасибо, сэр. Всего наилучшего. Сэр, можно мне сказать пару слов? Серьезно? Да, сэр, прошу. Спасибо. Знаете, он мой сын. Он и вправду хорош, сэр. Добрый вечер всем. Вот и закончили аспирантуру. Так много воспоминаний. Мы были лучшими. И нас ждут столько многонациональных компаний, готовых принять нас. Это прекрасно. Но это неправильно. За воротами колледжа тоже есть мир, готовы принять нас. Но за этим счастьем кроется маленький страх. Сначала школа, затем программа 2+, университет, аспирантура. Все эти этапы были пройдены нами быстро. Затем будет работа, заработок, брак, дети. А потом их образование, их свадьба и их дети. Этот круг замыкается снова и снова. Но спасибо моему отцу. За то, что освободил меня от этих мучительных кругов. Я попросил у отца годовой перерыв. Он с радостью согласился. Так что, парни и девушки, пожалуйста, поаплодируйте моему отцу. Спасибо, пап. Сэр, вы молодцы. Да, молодцы. Поздравляем, сэр. Спасибо. Уходим. В чем твоя проблема? Чем ты на самом деле хочешь заниматься в жизни? Я даже сам не знаю, пап. А как же твоя многолетняя учеба? Потраченное время, потраченные деньги, наши надежды. Все впустую. Какой толк в образовании, папа? Важнее ведь обладать знаниями. У образованных разве нет знаний? Задания, оценки, курсовые их недостаточно, чтобы оценить человека. Почему вас больше беспокоит моя образованность, а не мои знания? Что ты говоришь? Либо работай там, где предложат, либо займись нашим бизнесом. Почему ты мучаешь отца? Погоди-ка, говори, чего ты хочешь? Дай мне годовой перерыв, отец. Я хочу путешествовать. Хочу узнать нечто новое, расширить свой кругозор мышления, разобраться в своих силах, узнать свои страхи и слабости. Всего лишь год, папа. Пожалуйста. Сэр, сэр, купите голубей. Эй, постой, постой. Эй, постой. Эй, постой, постой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что такое? Ты промокнешь? Ты что, ребенок маленький? Отец и дочь два сапога пара. Никогда никого не слушают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, мэм. Нужен корм для этих птиц. Сестра, эти голуби мои. Я о них забочусь, они мои. Нет, сестра. Один господин купил их у меня и выпустил на свободу. Аллах милостив. На свободу? Впечатляюще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как тебя зовут? Шах-рук. Шах-рук? Еще раз его увидишь, поблагодари от имени этих птиц. Ладно? Хорошо, сестра. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Эй, алло! Спасибо, сестрица! Эй, останови-ка! Пока! Пока! Остановись, остановись! Пока! Черт! Бабушка, Харликс! Сейчас, погоди! Чего тут разорался, как резанный баран? Бабуля, мы читаем, потому что должны сдать экзамен. А вы по какой причине читаете? Эй, бабушка скончается через пару дней. Она будет сдавать экзамены на небесах, вот поэтому и готовится. Бабушка точно их сдаст. Картик! Да, отец. Я хочу свободу, хочу узнать себя, хочу каникулы. С такими словами ты проскидался полгода. Как там было? А, твои знания. Они проявились, Са? Ты принял решение? Я решил написать книгу, отец. Книгу? И о чем же? Есть пара-тройка идей. Еще не определился с ними. Послушай, я смирюсь с этими словами, если ты определишься с решением в течение следующих шести месяцев. Но если ты не примешь решение, тогда я сделаю это сам. Путь свободы. С чего же начать? Ради единственной Лейлы. Сэр, вы помните меня? Те птицы, которых вы освободили, приземлились у дома сестрицы. Она заботится о них. Просила передать спасибо, если я встречу вас. Да ты что? И как же она их назвала? Я расскажу все подробности, какой вижу с ней, сэр. Ну ладно, пока. Пока, сэр. Я ожидал от тебя заграничного скотча. А ты мне тут и любви рассказываешь. Наши парни обыскали все клубы, колледжи, кинозалы. Все места поблизости, где ты ее видел. Мы даже не знаем, какие параметры им давать для поиска. Даже для поиска в сети нужны подсказки. Да, верно. Да и хоть какие-то подсказки, картик. Ну же, мужик. Когда она шла, то мне доносился смех цветов. Я понял, мужик. Она продавщица цветов. Эй! Мое сердцебиение участилось. Когда она улыбнулась. А ее глаза. А, чуваки. Я могу всю жизнь прожить, глядя в эти глаза. Эй! Да в тебе поэт умер, когда ты увидел ее. Почему бы тебе не писать стихи? Какие стихи? Я подумываю написать книгу. Книгу? Она цель моего безадресного путешествия. Мое ежедневное вдохновение. Я определился, чуваки. Книга называется «Ради единственной Лейлы». А кто такая Лейла? Кукла резиновая. Заткнись! Что такое? Почему такое лицо, будто сейчас сухой закон? На нем сказалась дальновидность. В смысле? Он сохнет по какой-то бинду издалека. Он к ней не подойти не может, чтобы признаться и не держаться от нее подальше. Она очень любит своего отца. Она может меня отвергнуть из-за этого. Эй! Разве это проблема? Говори, где она? Что? Ты хочешь поступить в институт Ирины? Почему бы не поступить в наш? Мы останемся вместе. К тому же он рядом. Ну и пусть что рядышком. Зато там преподают лучше. Безусловно, папа мне то же самое предложит. Это слишком. Как можно быть такой уверенной? Я уже отправила ему смс-ку. Давайте проверим. Алло. Папа, я выслала вам детали двух университетов. Я запуталась, какой поступать. Одну секунду, Нанду. Конечно же, Эрина. Спроси его, почему. А почему, папа? Первый может и рядом, но в Эрине лучше преподают. Спасибо, папа. Пока. Пока, Нанду. Это мой папа. Купили напиток за 20 рублей и весь день просиживают здесь. Эй, что такое? Вон там она сидит. Ты стой здесь, я потом все расскажу. Привет. Я люблю тебя. Алло. Кто ты такой? Что это за наглость? Это не наглость, а любовь. Вчера вечером я увидел тебя возле храма Саи Бабы. Ты была в традиционной одежде, цветами на волосах, браслетами. А что, если она влюбится в него? Кто знает. Ты ушла. Не просто так. Ты прихватила мое сердце. Я влюбился в тебя. Влюбился за пять минут? Вообще-то, я влюбился за одну минуту. Но заняло немного времени, чтобы информация дошла до мозга. О чем она думает? Она согласится? Мне жаль разочаровывать тебя. Но у меня уже есть отношения. Да ты что? Взгляни на свой статус в Фейсбуке. Там указано «Свободно». Как тебя зовут? Я Картик. Картик? Эй, ты друг Матху? Нет. Я, кажется, где-то тебя видела. Не, ни за что. Я ведь родился вчера вечером, когда увидел тебя. Эй, я видела тебя на дне рождения Матху? Матху? Какого именно? Я знаю тысячи Матху. Он живет в Кукак Пали. Он вообще джалеби продает. Говори уважительно. Именно его я и люблю. Да ты что? Ты в этого Матху влюблена, что ли? Что нынче творится с девушками? Выглядит, как мисс Сирены, а влюбляется в каких-то шимпанзе. Ладно, ладно. А ты говорила об этом Матху? Нет, не говорила. Супер. Не ты, не говори, не я не скажу. Тебя звать? Биндо. Он даже имени не знает. Не знает имени, но лечит о любви. Несмотря на то, что она любит его друга. Фу. Послушай, Биндо. Невыраженная любовь и безжизненный цветок умирают. Попутешествуй со мной два месяца. Если полюбишь меня, то клёво. А если нет, то всегда сможешь вернуться к Матху. Ты имеешь в виду свидание? О-о-о. Это даже как-то называют. Называй, как хочешь. Но нам нужно узнать нашу совместимость как можно скорее. Прости, Картик. Я безумно люблю Матху. Можешь уйти, пожалуйста? Ура! Да ладно, Биндо. Старшие ведь говорят, смотри на четверых. Пробуй с тремя, встречайся с двумя, а женись на одной. Это ведь не проблема. Попробуем. Привет, Биндо. Посмотри на своего друга. Вместо твоей любви он мне свою предлагает. Если вы влюблены, вам нужно признаться. Ну что, Биндо, скажем или нет? Я люблю тебя, Матху. Она так легко призналась, ты просто супер, Картик. Прости, Биндо, чтобы объединить двух немых влюбленных, пришлось разыграть небольшую драму. Не обижайся, ладно? Наконец-то мы вместе. Спасибо, Картик. Спасибо, Биндо. Эй, ты супер, Картик. Что было бы, остайся мы там еще. Дура. Как будто ты кульминацию в фильме пропустила. Он секси. Мне нравятся его мускулы. Он мне так начал нравиться. Алло, я вообще-то первая была. Ты бы вышла замуж через два месяца? Мы бы сначала встречались. А с женихом не можешь встречаться? Это не честно. Я просто хочу с ним встречаться. Ты в своем уме. Он предлагал девушке, влюбленной в его друга. Это так мило. Он бесхарактерный человек. Нет, детка. Я послала ему дружбу в Фейсбуке полчаса назад. Он все еще не принял. Зачем ты это сделала? Ой, боже мой, он принял дружбу. Привет, я тебя знаю? Нет, зато я тебя знаю. Ты красивый. Спасибо, это недостаток от природы. Хочу больше знать о тебе. Люблю путешествия. Интересно, можно мне набрать? Конечно. Ты завтра свободен? Эй, он говорит о встрече. Как ты можешь пойти с таким на свидание? Иди к черту. Помимо этой девушки, есть еще один человек, которого бесит Картик. Дубай. Это я. Ну что, Картик, моя задача – это твой конец. Моя цель – увидеть твой крах. Весь мир увидит мой гнев в тот момент, когда ты будешь умирать в моей агонии. Сколько раз хотел спросить. Кто он, братец? Когда эти фото стоят перед моими глазами, мой гнев удваивается. Это 25-летняя вражда. Ему самому уже 25 лет. Он мой враг самого рождения. Что сделал тебе младенец? Что за разговоры о вражде и агонии? Проходи, Панду. Почему-то так поздно. Я купил новую одежду, чтобы прийти на церемонию рождения моего племеша. Вот и опоздал. Взгляни на любимого племеша. Палыш, привет. Это твой дядя. Иди ко мне. Что такое, сестра? Он такой горячий. У него температура? Нет, он описался. Возвращайся в кроватку. За нас. Сэр, вы здесь? Ваш зять просит вас срочно прийти домой. Что случилось, зять? Что-то срочное? Он еще не писал. Иди и возьми его. Он писал день церемонии. После этого он не писал. Возьми его. Да, Панду, возьми его. У меня есть еще куча дел. Давай, малыш. С тех пор он пользовался мною как памперсами. Эй, Панду, возьми его, возьми. Ну вот и славно. Возьми его побыстрее. Сейчас дядя придет. Эй, что за рубашка? Малыш испугается, иди переодеться. Иди ко мне. Здравствуйте. Позвать зятя. Нет, мы пришли к вам. Ко мне? Нам нужна ваша помощь. Что у вас за проблема? Наш малыш не мочился уже два дня. Помоги моему сыну помочиться, как помогли своему племянню. Да вы что? Да, господин. Господин, что случилось? У всех детей проблема по-маленькому. А у моего по-большому. По-большому, значит? Сейчас как врежу, проваливай. Значит, вы приехали в Дубай лишь из-за того, что тот ребенок вас описал? Не только из-за этого. Он сделал меня шутом во всех смыслах. Однажды я тайно смотрел пикантный малоямский фильм. Дядя, дядя! Что тебе? Что вы там делаете? Внутри есть дьявол. Ничего себе! Дьявол! У дяди в комнате есть дьявол! Где он? Ой, боже мой! Уведите его отсюда! Эй, панду! Зять, зять! Что это такое? Я вообще-то просил фильм «Богиня мертвая». Но мне по какой-то ошибке дали эту эротику. И ты смотришь? Ага. Тут есть пара хороших цен. Чего тебе? Ты не хочешь пить молоко? Я не буду пить молоко. Если выпьешь молоко, ты зарядишься энергией. Нет, я получу энергию с сигарет. Это кто тебе такое сказал? Если ты покуришь это, ты зарядишься энергией. Панду, что случилось? Вся семейка против меня. Где бы я ни был, везде была проблема с тем ребенком. Дядя, дядя! Чего тебе? Мы идем поиграть. А мне-то что? Просто хотел сообщить, прежде чем уйти. Можешь идти. Мне страшно. Мой малыш никогда так долго не расставался со мной. Какой дурак ему сказал пойти. Мы уже сообщили полиции. Картик, где же ты был? Бабушка! Мы нашли их в автобусе, направляющегося в Гоа. Они сказали, что предупредили домашних. Эй, кого ты предупредил? Я предупредил дядю. Это правда? Дядь, он сказал, что они идут играть. Откуда я знал, что ради этого они поедут в Гоа? Эти человек или животные? Так как ты мог вообще? В тот день я решил, что оставлю их на год, чтобы они поняли мне цену. Вы приехали лишь на год, но почему вы уже здесь 15 лет? Я и сам не знаю. Когда я подписывал договор, то в нем был лишь год. Но потом этот чертов шейх стал подкидывать по 5 лет. Отдурачил вас. Через 3 месяца договор истекает. Я поеду в Индию. Что будет? Скажите, скажите. Никаких обсуждений. Никаких обсуждений не будет. Сестра, я встретил того господина, освободившего голубей. Я сказал, что вы заботитесь о них. Он спросил, как вы их назвали. На голубей? Хорошая мысль. Скажи ему. Лейла и Мэджнун. Хорошо. Шакрух. Возьми его номер телефона. И еще. Принеси мне домой корм для птиц. Ладно. Ладно, сестра. Ты чертовски прекрасна, когда смущаешься. Перестань смущаться и станешь еще прекраснее. Мне по душе такая прямота. Где же тебя носило все это время, Картик? Это судьба. У меня свадьба через 2 месяца. Ого, поздравляю. Но я бы не отказалась с тобой повстречаться. Чего? Но ты ведь сказал в торговом центре. Типа смотри на четверых. Пробуй с треми. Решила. Это было лишь спектаклем. По правде. Мой друг влюблен в нее. Чтобы объединить их, мне пришлось разыграть небольшой спектакль. С днем свободы! С днем независимости! Свободы? Спасибо. Счастливого дня независимости. Это так мило. Пока. Пока. С днем независимости! Спасибо большое. Любовь случается лишь раз в жизни. И она бывает лишь к одному человеку. Ты сказала, что потратишь 2 месяца своей жизни со мной. Не только 2 месяца, а всю жизнь. В качестве друзей. Ты любишь кого-нибудь? Ну, а? Потихонечку. Можно сказать, небольшими порциями. Расскажи-ка мне о себе. Алло. Долго еще? Я уже здесь. А где ты? На первом этаже. А вот и ты. Пришла, наконец. А где Шила? Она с катушек слетела. А что она сделала? Она вчера послала дружбу кому-то. Вот с ней мы ушла на свидание. Идем, я покажу тебе. Смотри сама. Клевая фотка. Эй, немного пониже. Он согласился на свидание только из-за запросов в айсбуке. Улыбочку. Ужас. Гляди, они начали встречаться, как она и говорила. Оба одинаковые, бесстыдники. Ладно, пошли. Идем. О, Картик. Вообще-то я пообещала подругам, что пойду с ними на шопинг. Я ухожу. Увидимся, пока. Ладно, пока. Простите. Шила звонит. Что ей сказать? Скажи ей, что мы ушли. Мне так мерзко на нее смотреть. Алло. Эй, где вы? Мы уехали на СТО. Да вы что? Ладно, тогда я пошла в салон. Ладно, пока. Она идет в салон. Пусть лучше утопится в Ганге. С днем независимости. С днем независимости. Спасибо. Спасибо. Пока. 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 Вот чёрт, куда же она делась? С Днём Независимости! Ой, у вас уже есть, оказывается. Ага, есть. Спасибо. Пока. 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 Продолжение следует... 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 Страница в этой книге не просто страница. Это мои воспоминания о моей любимой Нанду. Когда я впервые увидел ее, мне показалось, будто я бросил свое сердце к ее ногам. Оно учащенно забилось, и с этого момента зародилась моя любовь и эта книга. Она была моей последней целью, когда я наслаждался своей свободой. Я увидел ее второй раз на Дне Независимости. Нанду не знает о том милом случае, но в тот день Нанду, не ведая того, поцеловала меня в губы. Я почувствовал, что весь мир наполнен любовью. Если мы просим чего-то от чистого сердца, то вся Вселенная приходит к нам на помощь. Все, что было между нами, происходило случайно. Нанду, передавай привет моим будущим родственникам. Любить значит дать свободу и отдать безоговорочно жизнь. Если бы Нанду знала, что у нее была бы эта свобода со мной, если я дам жизнь кому-то, то только вместе с тобой, Нанду. Иначе нет никакого смысла в моей любви. Я знаю лишь, как любить Нанду. Когда я с тобой, я хочу быть самим собой, Нанду. Я не могу притворяться. Я люблю тебя на веки веков, Нанду. Я продолжу любить тебя, независимо от того, что ты скажешь. Теперь ты счастлива, да? Папа, мне нужен картик. Картик? Мои друзья внесли залог, дядя. Ну, раз тебя выпустили, пойдем со мной. Куда, дядя? Жениться на Нанду. Дядя, на мне висит дело об убийстве. Как убийца может стать мужем вашей дочери? Не важно, что люди скажут. Мы полюбили тебя, Картик. Пойдем. Дядя, надо бы с отцом посоветоваться. Он очень зол на меня, и я думаю, что он не одобрит этот брак. Это не проблема. Я уже поговорил с твоим отцом. Он дал добро. Кстати, кажется, он скоро приедет. Ай, смотри. И твой отец тоже здесь. Картик волновался, что ты не согласишься. Папа, вообще-то... Прости меня, сынок. Я ударил тебя в гневе. Мне следовало на месте во всем разобраться. Но все хорошо. Поедем домой, и ты женишься на Нанду. Отец, я думаю, что я и не пара. Что за разговор? Ты же любил Нанду до безумия. А теперь твоя любовь исчезла, что ли? Я любил ее, дядя, но только наблюдая издалека. Позже, познакомившись поближе, я понял, она не подходит мне. У нее плохие качества. Что вы говорите, дядя? Нанду же мчужина. И у нее нет изъянов. Успокойся, Нанду. У меня нет такого терпения, как у Нанду. Я раздражаюсь буквально на все. Ни один из нас не будет счастлив в браке, и мы будем страдать из-за этого. Дядя, такие, как я, не стоят Нанду. Пожалуйста, попытайтесь меня понять. Не руби с плеча, Картик. Сначала женись на Нанду, а дальше видно будет. Вы-то рядом. Да вы с ума сошли. Вы что, не понимаете, да? Я говорю, Нанду не будет счастлива со мной, а вы говорите, она привыкнет? Запомните, Нанду не подходит для меня, и я ее не люблю. Я от тебя тоже не без ума, ясно? Нанду? Они просят нас пожениться, Нанду. Хотя бы ты скажи им, что я не подхожу тебе. Женись на мне, Картик. Пожалуйста, Картик, женись на мне. Нанду? Что это было? Когда ты переходил дорогу и признался мне в любви, то я не могла понять эту любовь, Картик. Я не поняла тогда, когда ты спросила у меня причину сделать меня счастливой. Я поняла всю твою любовь лишь тогда, когда ты оставил меня, чтобы сделать счастливой. И даже сейчас ты готов пожертвовать своей любовью ради меня. Никто не может делать меня счастливой, кроме тебя, Картик. Пожалуйста, не бросай меня. Я люблю тебя. Картик. Картик, думал только ты можешь играть убийцу, а мы не сможем, да? Прости, папа. Я никогда не думал, что ты мыслишь так зрело. Спасибо, папа. Горжусь тобой. Я очень счастлив. А теперь ты женишься на Нанду? Тетя, мы поедем и начнем свадебные приготовления. Вы поговорите не спеша и приезжайте домой. Идемте. Теперь я действительно счастлива, Картик. Я принесла для тебя сюрприз. Какой? Закрой глаза. Нет, ни за что. Закрой глаза. Ладно, прости, сейчас. Не открывай глаза. Ладно. Ну что там? Где ты? Погоди, погоди. Я иду. Я иду. Готов? Раз. Два. Три. Открывай. Вау. И вправду мило. Почему они не улетели? Потому что ты дал им свободу. Наши Лейлэ и Меджнун. Так ты и есть та девушка с голубями? Не могу поверить в это. Могла бы об этом раньше сказать. Как я могла сказать? Ты не видел их у меня в комнате? Они были в твоей комнате? Да. Но я их не видел там. Все твое внимание было на моем фото. Субтитры сделал DimaTorzok. Да. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.